Подкасты про Силиконовую долину, про инноваторов, про предпринимателей, про Илона Маска, про то, что они разрывают шаблоны. Это всё враньё. У них главная задача в этой Силиконовой долине — это устроиться на работу. Тысяча долларов тебе приходит каждый день за вот отсиженные 8 часов. Будьте ленивы, срезайте углы, не старайтесь погрузиться в этот код. Никому не нужно это во многих конференциях. Просто если там одни мужчины в программе, то при казном порядке вставляются женщины в программу. Это информация от организаторов конференции. Всем привет! Добро пожаловать на канал ProgBlog. Меня зовут Виктория Бородина, и сегодня я вещаю из Москвы. Вас ждёт интересное интервью с IT-легендой Егором Бугаенко. Хочу поблагодарить за организацию этого мероприятия, цех Coworking и организатор туров Китай, Сингапур и США. Продолжайте смотреть, будет интересно. Я сам программист по образованию и по призванию. Я очень много лет пишу код. Я начал писать с 12 лет. Сейчас мне значительно больше. То есть я так примерно посчитал. Лет 30 я уже пишу код. Не только пишу, но и организовываю работу других программистов. У меня был и большой аутсорсинг когда-то очень давно. Больше 120 человек работало у меня под управлением. Когда-то я и инвестициями занимался. Последние лет, наверное, 14-12 я работаю в разных странах. Я жил некоторое время в Амстердаме, я жил некоторое время в Европе. Я жил 5 лет в Силиконовой долине, работал в разных компаниях, как архитектор, как контрактер. Фуллтаймером я в своей жизни не был никогда. То есть я точно не знаю, что это такое на фуллтайме именно работать, когда к тебе платят по месячным. Последние много лет я уже занимаюсь своим бизнесом. И мой бизнес связан с созданием платформы для управления работой программистов. То есть мы делаем систему, которая помогает программистам работать по модели, которая нам кажется более эффективной, чем традиционный менеджмент. То есть мы выступаем против всего того, что вы услышали до этого у компании Amazon. Мы некая противоположность этому всему. Мы против тех процессов найма, которые были описаны. Мы против того способа организации программистов, которые были описаны. Мы делаем по-другому. Как? Наверное, сегодня об этом поговорим. Я сам hands-on девелопер. Я пишу очень много кода. Кто может посмотреть мой гитхаб-аккаунт, вы увидите, что я не теоретик. Я реальный практик. Я создаю очень много open-source продуктов. У меня есть ряд библиотек с моих собственных, которые пользуются спросом на рынке. Я Java, Ruby, JavaScript, немножко PHP, немножко, наверное, все. Вот эти языки, на которых я пишу. Можно на «ты»? Да. Здорово. Егор, ты прошел достаточно долгий путь. Но всегда хочется узнать, как это все начиналось. Как ты понял, что тебе нравятся IT, программирование, и как были сделаны первые шаги там? Это было очень давно, как я сказал. Мне было 12 лет. Вообще-то я любил собак сначала, и мне не покупали собаку. И мне нравилось, я так понимаю, сейчас уже анализируя эту ситуацию с собакой, мне нравилось, видимо, не просто собаку тискать, обнимать, мне нравилось дрессировать собак. Мне казалось это очень интересно, когда собака сначала ничего не понимает, она маленькая, потом ты ее дрессируешь, она становится все умнее и умнее. А потом у меня появился компьютер. Это было очень давно, тогда компьютеров было там на весь город, там, может быть, несколько. И вот таким случаем оказалось, что у меня в руках оказался этот компьютер, на некоторое время очень короткое. И его тоже оказалось можно дрессировать, так же, как собаку. Только он еще более отзывчивый, чем собака. Если собака там как-то возмущается от твоей дрессировки, то компьютер, он, если с ним правильно обращаться, он прям дрессируется окончательно. Я, кстати, написал статью на своем блоге, буквально две недели назад опубликовал, называется The Joy of Programming. То есть я там рассказал, в чем мой кайф программирования. И я вижу, я так понял для себя, когда я писал эту статью, я понял, что мой кайф именно в том, что я могу какую-то машину заставить делать то, что именно я хочу. Вот в этом мое основное удовольствие, когда эта машина сначала не делает то, что я хочу, а потом я путем каких-то манипуляций, оказывается, что она делает именно то, что я хочу. И многие программисты, как мне кажется, лишены этого кайфа. Большое количество работ, которые нам предлагают, большое количество задач, которых нам приходится решать, большое количество фреймворков, с которыми нам приходится иметь дело, лишают нам нас этого кайфа. Нам дают просто что-то, в чем мы должны каким-то магическим образом наладить какие-то, устранить какие-то баги, даже не понимая, почему эти баги мы устраняем и как оно внутри на самом деле устроено. И за это нам платят. Вот в этом я не вижу, во-первых, не вижу кайфа, а во-вторых, мне кажется, это совершенно противоречит тому, что должны программисты чувствовать. Поэтому я кайфую, когда я понимаю, вот как от меня, от моей головы, от моего желания доходит моя воля до самого нижнего уровня в этом компьютере. И он по всей вертикали выполняет то, что я хочу. Вот я, видимо, с этим столкнулся, когда я был еще школьником. Собаку мне так и не купили, но появился компьютер и дальше все пошло-пошло в это направление. Но сейчас ты инвестор, инвестируешь в собственную компанию. Да, не только в собственную. Я даже был в Силиконовой долине инвестором какое-то время, там больше полугода я занимался инвестициями, микроинвестициями в стартапы, реальные стартапы Силиконовой долины. У меня был такой фонд, он на самом деле до сих пор есть, Сид Рэмп он называется. Можете погуглить мое имя, а потом пробел инвестора, и вы увидите, что я сделал. У нас была такая интересная идея, мы решили, что классическим способом инвестировать это делает вся Силиконовая долина, и он немножко не нравится нам по ряду причин. И поэтому, как бы можно было бы инвестировать по-другому, что если делать микроинвестиции? То есть приходит стартап к тебе и говорит, мне нужен там не миллион долларов на два года вперед, а мне нужно вот 20 тысяч на следующий месяц, потому что мне нужно заплатить немножко зарплаты, заплатить за сервера. И мы как микрофонд, у меня были небольшие средства в тот момент, я как микрофонд выдавал эти деньги этим стартапам, вот такие микросуммы, там 5 тысяч долларов, 10 тысяч долларов, до 20 тысяч долларов. И что было еще интересно в этом инвестиционном фонде, что каждое интервью со каждым стартапером мы снимали на видео, и эти видео есть на ютюбе. То есть можно посмотреть, как 3 года назад я интервьюировал стартаперов, там, будучи в Силиконовой долине, что я у них спрашивал, что они мне отвечали, там каждое видео минут по 15, и почему я им не давал деньги. Там было 50 с чем-то интервью, и трижды я деньги дал. То есть там было 3 инвестиции сделано прямо на месте, то есть решение принималось прямо на месте, это был прикол этого фонда. Вот приходит стартапер, садится со мной за стол, я ничего о нем не знаю, не знал раньше, он выкладывает свои карты, рассказывает, чем он занимается, я говорю, окей, вот тебе 5 тысяч долларов, и он уходит с ними. И дальше я там не вижу, что дальше происходит, я не знаю, ну, в общем-то, один из них до сих пор живой из этих стартапов, один умер сразу, получив мои деньги, он через месяц написал мне, что, в общем, зря ты мне дал. Ну, так бывает, это инвестиции. А третий, я не знаю точно его судьбу, ну, по-моему, веб-сайт живой, поэтому, ну, не знаю, я даже перестал трекать, это была идея этого фонда, не трекать дальше эти инвестиции, не смотреть дальше, чем они кончатся, а просто, если кончатся, то ко мне они сами в итоге придут, там, если это все выстрелит, то это сработает. Ну, то есть я, у меня есть какой-то небольшой опыт практического инвестирования, не совсем удачный, то есть я не заработал на этом миллионы, но мне было интересно попробовать, вот как это выглядит, как инвестиции работают. По крайней мере, можно контент этот посмотреть на YouTube, там, я же говорю, больше 50 интервью, которые, мне кажется, ну, интересные. А на чем именно ты заработал эти деньги, которые потом вкладывал? Ну, я всю жизнь зарабатывал на одном, на создании каких-то софт-программных продуктов. В те время, когда я был в Силиконовой долине, могу сказать, что очень неплохо там можно заработать, даже не обязательно будучи где-то employed full-time. То есть, конечно, первый путь, это, ну, самый простой, наверное, это куда-то устроиться на full-time работу и получать какие-то, ну, какой-то стабильный доход ежемесячно. Но можно там делать и другие вещи, там можно быть, как я это, допустим, делал, и достаточно долгое время, и в Европе тоже можно быть просто контрактером-консалтером. То есть, вы приходите в проект, вы говорите, я такой умный, я знаю больше, чем знают ваши все программисты, ну, и поэтому вас стоит, вам стоит меня нанять на какой-то контракт, на месяц, на два, на три, на полгода. Я за эти полгода там подниму вас на следующий уровень. И так случается, что вас могут взять. По крайней мере, у меня история моих там последних, наверное, 10 лет показывает, что такие контракты случаются, и они приносят больше денег, чем full-time employment. А если вы еще потом подтягиваете с собой какую-то группу программистов и говорите, что не только я один вам помогу, а еще и со мной есть люди, которые тоже вам помогут на каком-то контракте, то можно на этом заработать. Ну, вот так это вкратце. Ну, конечно, в деталях немножко не так все радужно. С одной стороны, может быть, не так точно, как я расписал, но деньги оттуда. Ну, смотри, я написала тебе, наверное, где-то полгода назад. Мне порекомендовали подписчики, сказали, что ты где-то живешь там, в Пал-Альто, рядом. Но оказалось, что вот уже полгода ты в Москве. Где на самом деле ты живешь? Вот в квартале отсюда живу на самом деле. Я живу уже год, чуть больше года я живу в Москве. До этого действительно я жил в Силиконовой долине, где, я сказал, около пяти лет. Я жил и в Пал-Альто, и в Mountain View, и чуть дальше от центра этой долины. Ну, сейчас в Москве. Мне, опять же, кто читает мой блог, у меня есть две статьи на моем блоге. Одна называется «Почему я люблю силиконы?» «Почему я хочу жить в Силиконовой долине?» Вторая называется «Почему я не хочу жить в Силиконовой долине?» То есть в этой Силиконовой долине есть плюсы и минусы. Сегодня много говорили о плюсах, но там такое же большое количество минусов. Кто был, давайте о них или не будем? А кто был там, кто был в Силиконовой долине? Хотя бы присутствовал. Ну, вот трое из ста, четверо из ста человек. Ну, не будем спрашивать, кто там жил больше, чем год, да? Наверное, это будет ноль болитых рук. То есть одно дело то, как вы видите ее отсюда, и совсем другое дело то, как вы будете чувствовать ее там, находясь там. То есть есть, конечно, там плюсы. Безусловно, хороший климат, безусловно, большие деньги, безусловно, наверное, интересные проекты. Но есть и минусы, которые имеют место быть. Ну, паточку. Ну, во-первых, это совершенно другие люди. Вы должны понимать, что культурный cultural fit, о котором говорилось, то есть вот эта совместимость культур, ее достигнуть будет непросто с самого начала. По крайней мере, мне так и не удалось ее достичь. Хотя я старался все время общаться с американцами. Я старался исключить общение из общения своего русский контингент, потому что он, о нем можно вообще отдельно говорить, да, но русский контингент в долине, это тоже не очень, так сказать, не самая комфортная аудитория для общения. Я старался общаться с американцами. И этих американцев трудно понимать, с ними трудно, но трудно с ними, как бы, трудно быть друзьями, что ли, по ряду вопросов. Во-первых, они значительно более... Ну, во-первых, среди них много шизофреников. Давайте начнем с этого, с простой проблемы. То есть действительно такое ощущение, я вам честно говорю, я совершенно... Мы без купюр, да, общаемся. На самом деле ощущение, находясь в американской, особенно в технологической аудитории, это такое ощущение, что половина окружающих тебя людей находится на каких-то таблетках. То есть они могут смотреть долго в одну сторону, они могут не замечать тебя, у них могут быть какие-то проблемы странные, которые ты не понимаешь, в чем дело с человеком. Но человек может сидеть сам с собой разговаривать громко просто в кафе. И это должно считаться нормальным. То есть мы должны быть все толерантными, и мы не должны на него показывать пальцем. Вот он хочет разговаривать сам с собой, и он идет по улице и разговаривает сам с собой, и нас это совершенно не должно возмущать. То есть с одной стороны они такие, а с другой стороны тебя это не должно возмущать. Тебя это не должно задевать, ты не должен на это обращать внимания. То есть какое-то время ты перестаешь на это обращать внимание, начинаешь замечать, что ты сам таким становишься. Ну вот это мне не нравилось, да, потому что ты начинаешь, ну, становиться, это первое. Вторая проблема именно с Силиконовой долиной, я не знаю, вы где живёте конкретно, там. Это, ну, в 9 часов вечера закрыты все рестораны, в 10, это максимум, я не вру. В 10 часов вечера закрыто всё, то есть всё, что вы можете сделать, это идти домой и с женой готовить ужин. То есть это территория семей, вы должны иметь семью. Я там был один большую часть времени, и это просто катастрофа. То есть в 10 часов вечера ты один идёшь по пустой улице, ты идёшь один и ищешь, ну, чем вот это всё закончить этот день. То есть ты должен, твоя формула твоей жизни, это ты проснулся, отработал, пришёл домой, отужинал с семьёй, с двумя детьми и лёг спать. Проснулся опять, отработал, пришёл домой, отужинал. То есть ты живёшь в таком стандартном совершенно формате, из которого ты выбиваться лучше бы ты не выбивался. Если ты пытаешься сделать что-то другое, альтернативное, если ты хочешь как-то иначе жить свою жизнь, ты получаешься аутсайдером, на тебя странно смотрят, с тобой не общаются, и ты выпадаешь из этого комьюнча. То есть ощущение такое, что люди все живут по накатанной, очень системной колее. Если вы слышите историю, вот я недавно с одним товарищем общался, он мне говорил, я вот слушаю подкасты про Силиконовую долину, про инноваторов, про предпринимателей, про Илона Маска, про то, что они разрывают шаблоны. Это всё враньё. Никто никаких шаблонов не разрывает. Там люди живут по стандартным накатанным правилам. Если ты в эти правила ложишься, ты успешен в Силиконовой долине. Если ты начинаешь быть инноватором, если ты начинаешь там чего-то придумывать, такое, чтобы действительно разрывало шаблоны, ты будешь в Старбаксе кофе разливать. Ну вот так. Такое моё ощущение. В Москве этого нет. В Москве действительно, мне кажется, это территория, где можно разрывать шаблоны. Но здесь, конечно, денег меньше. Ну просто на, не знаю, раза, наверное, в 5, раза в 3 на бытовом уровне и раз, наверное, в 100 на уровне стартапов, инвестиций, там, проектов. То есть тот проект, с которым вы работаете в Москве, он будет в 100 раз дешевле, в 100 раз менее фандед, чем аналогичный проект в Калифорнии. То есть в Калифорнии действительно огромные деньги у проектов. Ну, благодаря чему это сложно сказать, но они так. И ещё, что мне не нравится в Силиконовой долине, в работе уже, давайте поговорим про тех-индустрию, про конкретно работу, это там, как это сказать по-русски, супернизкий КПД у всего, что делается. То есть люди реально кодят одну строчку кода неделю. И это считается нормально. Вот это вот режим, о котором было сказано, в 5 часов вечера все закрывают компьютер, в 2 часа дня все закрывают компьютер. И до 5 они ждут, когда придут 5 часов. Это вот реально то, что я видел. То есть люди работают, ну вот у них главная задача в этой Силиконовой долине, это устроиться на работу. Как только ты доустроился, ты попадаешь в эту систему райского обеспечения, твоя жизнь обеспечена, ты подключен к этому ресурсу, подключен к этой капельнице, а тебе потихоньку капает этот физраствор. И твоя задача это быть в этом офисе, делать вид, cultural fit, не входить в конфликты, быть толерантным, всех уважать, ни с кем не спорить особо, всегда быть корректным, все будет хорошо. Вот такая формула. Это может быть круто для кого-то, кому-то сейчас отвечу, да. Может быть кому-то это нравится, кому-то это по кайфу. Вот такая жизнь, когда ты знаешь, к чему, ну ты вот ждешь, потом через 2 года ты меняешь компанию, опять это для тебя челлендж, опять ты проходишь джоб-интервью, бах, к следующей капельнице тебя подключили, и ты опять 2 года там сидишь и наслаждаешься жизнью. Может быть это кому-то классно, сначала мне это очень нравилось, мне казалось это просто супер, то есть ты просто приходишь на работу, и тебе каждый день там буквально тысяча долларов тебе приходит каждый день, за вот отсиженные 8 часов. Ну это же классно. Но потом через несколько, некоторое время ты начинаешь понимать, ну в общем это приводит к неким таким суицидным мыслям, потому что хочется это как-то закончить. В Москве такого нет, в Москве ты да, ты постоянно стресс, от тебя чего-то хотят, ты должен писать какой-то код, ты должен писать много, ты должен, ну здесь какая-то идет жизнь. Мы, можно сказать, что мы так, ну у нас такая мышиная возня, потому что размеры наших проектов, они просто в 100 раз меньше, там они в 100 раз крупнее. Я был в разных офисах, я был в Гугле, я был в Убере, я был в Фейсбуке, я не был, я был в Амазоне, я видел, то есть людей вот сидящих, ну и работающих, общался с архитекторами, с проект-менеджерами, и видел, как это происходит. И слышал это с их слов, это не только мое мнение, но и вот фидбэк этих людей, что мы тут ничего не делаем. И нам отлично. И полный саксесс, все довольны, все счастливы, у всех все хорошо. Откуда столько денег при такой дискотеке? Вот это отличный вопрос, этот вопрос мне папа задает уже много лет, я ему рассказываю об этом, говорю, КПД супер низкий, он меня спрашивает, ну деньги-то откуда, но они же как-то зарабатывают. У меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Есть всякие теории заговора, да, почему так, то есть Америка контролирует весь мир, там сосредоточен капитал, они нас всех, ну можно, да, такие теории разводить. Я не знаю почему, я вам говорю с практической точки зрения, я кодер, ну по сути, я кодер, я писал коды там, и там, и там. Ниже КПД только в Амстердаме, мне кажется. Там я видел еще ситуацию, еще ниже, то есть там я видел людей, которые, ну просто три недели не открывали вообще редактор, и при этом они считались хорошими программистами. И мы играли с ними в пинг-понг, мы ходили там, да, пить чай, кофе, мы очень хорошо знали друг друга семьи, мы наслаждались жизнью, и раз в три недели он открывал код и говорил, слушай, можешь вот помочь, я что-то не понимаю, я уже забыл, как это работает. Я говорил, ну давай попробуем. И мы что-то пробовали, что-то правили, и был success опять, и мы уходили на три недели. Это был Амстердам, вот такая работа. В Калифорнии чуть поэнергичнее, но тоже супер. Откуда деньги, я не знаю. Ну, надо искать. На всех уровнях это, от больших компаний до маленьких? Ну, в супермалых стартапах не так, конечно. Если будет супермалый стартап, если там будет три кодера, то, конечно. Я просто в таких не работал, мне такие не нравились, потому что там ты будешь на самом деле работать в малом стартапе. Но на какого-то, ну, этого, который себе там что-то возомнил, и который просто тратит деньги инвестора, ну, я таких тоже участвовал несколько раз. Это просто, на мой взгляд, потеря времени. Потому что ты кодишь что-то, что точно будет выброшено, что точно никогда не заработает, потому что, ну, 99% стартапов проваливается, это просто статистика. И поэтому, если ты работаешь в стартапе, ты кодишь что-то, что будет выброшено в мусор, скорее всего, с супервысокой вероятностью ну и тратить свою жизнь свою энергию на это ну лучше пойди уже в facebook и хоть там вот это вот то что все листают по всему миру и пусть мне кажется так лучше ну да если супер мелкий стартап у тебя будет всего один менеджер у вас будет трое программиров и конечно он каждое утро будет приходить и спрашивать ну как и тебе нужно будет иметь какой-то вопрос и тебе нужно будет как-то изворачиваться чтобы ну поработать Егор на каком основании в таком случае давали деньги стартапам то что вы делали я на каком основании давал ну у меня была я скажу у меня была эгоистичная цель я думал что я сделаю как я думал что я буду давать микроинвестиции этим стартапам свои потом я найду большого инвестора возьму у него много миллионов долларов буду продолжать раздавать микроинвестиции зарабатывая при этом ну вы поняли вот так я думал у меня кто-то не получилось найти более крупного инвестора но я думаю к этой идее еще вернусь но концепция такая вести концепция вообще инвестиций в силиконовой долине на мой взгляд это такая глобальная система перераспределения ресурсов особо там о результативности мало кто заботится на вот этих нижних уровнях при принятии конкретных решений там будет ли этот стартап результативен или будет этот там идет глобальное перераспределение просто массивов ресурсов есть какие-то массивы которые двигаются так сказать по америке и вот задача чтобы в силиконовую долину там шло вот какой-то такой объем там миллиардов а там уже на нижних уровнях конкретно какой кодер будет входить какой стартап это не суть важно даже если он вот трем стартапом все-таки деньги дали до решения было ваших то есть был какой-то критерий чем он состоял почему я принял решение ну во-первых можно посмотреть видео я там рассказываю конкретно каждый раз принимая решение мне в первую очередь может быть я ошибаюсь я был как я как практик я принимаю решение но я основывался на практических показателях смотрел во-первых кто передо мной сидит это человек бизнесмен который я терпеть не могу либо это человек практик который написал этот код то есть ли ко мне приходили те кто говорили я вот тут придумал классную идею я илон маски а котить особо не умею но я тут сейчас вот построим и там перевернем мир но я это все отсеивал если приходил человек и говорил я сам лично вот работая в этом каком-нибудь google и ночью написал вот этот продукт вот мой код вот он на джаваскрипте вот он на гитхабе вот я его задеплоил и к нему пошел трафик и смотрите она работает дай мне еще 5000 и мы сделаем из этого что-то крупнее вот мне это интересно было то есть я смотрел на практическую практическую долю этого человека у меня был даже один такой случай пришел стартап из двух человек один был кодер который сделал этот продукт я уже даже не помню о чем был продукт а второй был который вот такой вот спекулянт который сел ему на шею после того как продукт был создан и вот они вдвоем один мне рассказывал что я мол ну такой кодер и мне так нравится я такую хорошую штуку сделал а второй все время его затыкал и говорил но мы тут сейчас все развернем нам нужны инвестиции давайте ток бизнес давайте говорить я в итоге сказал прямо ему открытым текстом сказал ты вот его убери и приходи еще раз и тогда я тебе дам он не очень обиделся этот второй а этот сидел смотрел на это все так видимо какая-то мысль зародилась но я прямо ему сказал что вас надо поделить пополам вот этого убрать а с тобой мы готовы ну я тебе готов там дать деньги я смотрел это первый был мой критерий первый конечно второй это был мой на что я смотрю это на на как бы нам способность людей оценивать ситуацию реалистично то есть я не люблю фантазеров не люблю прожектеров не люблю людей которые планируют больше чем они могут сделать мне нравятся люди которые вот как в америке говорят down to earth то есть down to earth когда на русский перевести приземленный да люди которые вот у него есть конкретный код в этом коде есть баги их надо пофиксить для этого нужно 1000 долларов и заработает лучше вот с этим человеком я готов говорить а тот который рассказывает что мы тут сейчас на луну полетим вместе с элоном маском можете ошибаюсь я предлагаю о продуктивности поговорить эффективности продуктивности раз уж так зашла тема наверняка ты оценивал как-то свою продуктивность да и чужую в принципе анализировал вот можно назвать какие-то топ качества которые помогают тебе быть более продуктивным и может быть который присущи людям продуктивным ну я думаю что лень первую очередь ленивые люди мне кажется ну и тут я не скажу ничего нового я думаю ленивые люди самые продуктивные но конструктивно ленивые то есть люди которые одновременно хотят работать и одновременно терпеть не могут делать что-то второй раз вот мне кажется я вот к таким людям себя отношу то есть я очень люблю работать но как только я вижу что я что-то делаю второй раз у меня прям руки дрожат я терпеть этого не могу то есть я не могу делать одно и то же дважды и поэтому я пытаюсь все время что-то автоматизировать как-то пытаюсь какие-то для себя выработать какие-то правила, но вот это повышает мою продуктивность. Я думаю, низкая продуктивность у тех, кто нормально относится к рутинному труду. Вот мы вчера этот баг фиксили, а он сегодня опять вылез, мы его опять будем фиксить. Он опять вылезал завтра, мы его опять будем фиксить. И так мы потихонечку до выходных дотянем. Вот эти люди, у них низкая продуктивность. Ну, наверное. Но кому-то это нравится. Кто-то такой человек более спокойно относится к этому. Я терпеть не могу повторять одно и то же. В одном интервью ты сказал, что твоя суперсила — это умение быстро работать. Можешь поделиться, как ты входишь в поток и как ты научился быстро работать? Ну, я и говорю быстро, да, наверное, вы заметили. То есть я действительно терпеть не могу, когда долго что-то, когда оно тянется. Но я пишу код быстро, да. И, наверное, это, с одной стороны, суперсила, а с другой стороны, суперслабость, потому что я иногда делаю быстрее, чем нужно. И люди это замечают. И потом хотят, чтобы я так же быстро делал следующее что-то. Поэтому мне приходится вот часто... Ну, я много писал раз об этом, что практически во всех... Ну, про КПД мы уже поговорили. Ну, практически во всех местах, где я участвовал, везде то, что мне давали делать и нужно было на эту неделю, делалось примерно за 20 минут. Все остальное время я рассказывал, что я занят этим делом, и это суперсложно, и это сделать просто невозможно за один день. Ну, везде оно делало. Я думаю, что это не только моя. Мне кажется, мы все, в принципе, программеры, в общем-то, люди значительно более быстрые, чем мы показываем в реальной работе. То есть мы сачкуем значительно больше, чем... Ну, не знаю, ответил ли я этот вопрос или нет. Я думаю, что... Закончу ответ. Я думаю, что это связано в основном с тем, что нам платят за время, платят за то, чтобы мы сидели в офисе, платят за то, чтобы мы присутствовали на работе. Нам же не платят за результат. Опять же, возьмите эту силиконовую долину. Там, в принципе, этого... Нет такого понятия, чтобы человеку платили за результат. Платят за наличие человека в офисе. Естественно, это расхолаживает. Естественно, это делает людей медленнее. Естественно, это делает людей... Ну, это затормаживает нас. Кстати, был вопрос, да, оттуда. Если коротко. У меня уже ответный метод другой возник. Ну, коротко давай. Да, вот вопрос из такого плана, что вы говорите, трудно продвигать вашу идею, что оплата за результат. Тем более, есть целая армия девелоперов, которые не хотят этого особо, да? Как вы планируете, грубо говоря, продвигать это? Так, я не знаю, ответ на этот вопрос. Давайте дальше. Я не знаю, как продвигать, но действительно, есть такая идея, которая у меня в голове уже последние 10 лет. Действительно, я только этой идеей, в общем-то, и занят последние 10 лет. Это как сделать так, чтобы программеры, то есть мы с вами, то есть я и вы, на наших рабочих местах, то есть в Google, то есть в Амазоне, то есть в E-Pam, то есть где угодно, в Москве или в Калифорнии, получали деньги, хорошие деньги, за действительно доставленный результат, за сделанное что-то. Хорошие, большие деньги, чтобы программист получал не какую-то там сумму в конце месяца и ждал конца года, чтобы эта сумма умножилась там на 1.1, а чтобы программист получал реально 1000 долларов за исправленный баг. И он мог исправить баг сегодня, а в следующий раз исправить другой баг через неделю и не трогать больше ничего. Чтобы программист фокусировался на том, на чем он хочет фокусироваться, получал за это конкретные деньги и плевал на все эти cultural fit, на команды, на project manager, на все эти резюме, на интервью. Это все ерунда, это все на самом деле шум, который нас отвлекает. Нам нужно как программерам делать код, нам нужно приносить результат, нам нужно создавать продукт. И за это нам должны платить, а не за то, что мы хорошие программеры, а не за то, что мы коммуникабельные, а не за то, что у нас есть soft skills, а не за то, что мы прошли интервью. Это все недостаток нашей индустрии сейчас. Вот его хочется устранить. Как? Ну есть практически решение. Как это на большой масштаб разнести? Это отдельный разговор. А вот ты много лет все-таки как бы такой играющий тренер с одной стороны, да? В чем твой секрет не терять интерес к своей работе? Потому что это вот действительно часто случается, когда люди делают что-то одно и то же и теряют мотивацию. Деньги. Я думаю, что деньги. Если есть деньги, мотивация есть. Нет денег, мотивации нет. Я за каждый, я достаточно алчный человек и жадный, ну как по-хорошему мне кажется. Я хочу за свою работу делать в виде какой-то финансовый результат каждый раз. Вот я что-то делаю, и я хочу, чтобы был какой-то фидбэк. В любом виде. Вот я принес сегодня книжки, да? Вот я пришел с книгами, у меня эти книги все раскупили. Вот я заработал за последний там час, заработал там 12 тысяч рублей или там может больше 15 тысяч рублей. Для меня это фидбэк, для меня это результат. Это дало мне вот, вот я вернусь сейчас домой, завтра с утра я открою, я сейчас пишу новую книгу. Вот у меня завтра будет мотивация писать новую книгу. Я ее не дописал, она наполовину написана, я последние две недели ее не писал. Вот вы мне дали эту мотивацию. Вот я получил эти 15 тысяч рублей, пускай это не 150 тысяч, не миллион, но тем не менее, это фидбэк реальный от людей. Кто-то подходил и говорил, дай мне две книжки сразу. Мы даже не знаем о чем они, просто дай две книжки. Ну это же круто. Я знаю о чем. Ну вот да, человек... Вот это для меня мотивация. Я ее конкретно ощутил, конкретно этими деньгами. Я вернусь домой, завтра с утра я напишу еще одну главу в новую книжку, которая должна выйти. Вот она должна была до конца лета выйти, но я затормозил ее написание, потому что не было этого фидбэка. Немножко вот не было. И вот он сейчас сегодня появился. Вот так всегда. Я стараюсь находить этот фидбэк. В любой активности. Я блог веду, я книжки пишу, я код пишу, я там open source какой-то делаю. У меня даже есть статья, опять же, на блоге, я отсылаю, которая говорит, для чего вы пишете в open source. Так она называется. Why do you contribute to open source? Зачем вы contributeете в open source? И там я говорю, что вы не должны contribute из альтруизма. Не надо делать вообще ничего из альтруизма. Не надо ничего никому бесплатно давать. Всегда ищите, что вы получите в обмен. Может быть, не всегда это будут деньги, но что-то должно прийти к вам в ответ. Какой-то фидбэк. Если он будет, вы будете снова заинтересованы писать что-то дальше. Хотя я много очень пишу в open source. У меня очень много библиотек, достаточно таких взрослых и есть достаточно популярные. Я все это делаю не просто так. Я от всего пытаюсь получить какой-то фидбэк. Раз уж речь зашла о книгах, расскажи, о чем эти книги и сколько ты времени тратишь на написание этих книг? Да, у меня 4 книги уже вышло. Начал я 3 года назад на самом деле писательство книг. Первая называется Elegant Objects. Достаточно, ну самая, наверное, центральная, популярная. Она об объектно-ориентированном программировании, где я предлагаю свою версию объектно-ориентированного программирования, которая немножко отличается от традиционной. Я там критикую традиционные подходы, предлагаю свои подходы. Посмотрите, почитайте, она есть на Амазоне. Вторая книга, это второй том этой книжки, то есть расширение ее. Я буду издавать и третий том. Еще одна у меня книжка есть, называется Code Ahead, это последняя, где я рассказываю, так сказать, историю, это проза, это, ну, как бы роман, ну, не роман, там драмы особо нет, но это, как сказать, повествование такое художественное, это non-fiction, то есть, и там рассказывается жизни программиста в Силиконовой долине, то есть, как программист устроился на работу, как он там прошел интервью, как его взяли, как он ему назначили зарплату, как он в этом офисе коммуницировал. И я по ходу действия этой книги раскрываю много вопросов, о которых я говорю на конференциях, которые, мне кажется, правильно мы должны понимать вот в менеджменте, в менеджменте Software Development. Это третья. И четвертая книжка, это про блог. Я вот, я блогер достаточно такой, интенсивный, может, не такой successful, как я бы хотел, не такой успешный, но интенсивный, я пишу часто. И вот я там рассказываю этой книжке секреты блогинга, то есть, как завести блог. Я вообще считаю, что каждый программист, сидящий здесь, каждый серьезный программист, каждый, кто заботится о своей карьере. Я вот хочу сделать отсылку к предыдущему рассказу о том, что важно для того, чтобы найти работу и как себя готовить к этому. Вот я думаю, что помимо того, что вы должны решать задачи, помимо того, что вы должны режиме свое нарисовать, я думаю, что главная работа по подготовке себя вот к этому моменту, когда вам скажут, мы вас хотим и ваша зарплата, мы не будем даже обсуждать, вот сколько вы скажете, столько мы будем платить. К этому нужно готовиться много лет. И готовиться не только решая задачи, конечно, это важно, но главное не это. Сколько у меня было интервью, джоб интервью, и на всех этих джоб интервью я не решал никакие задачи. Мне только одно было интервью, вот в Амазон, может кто-то читал мой блог, где меня не взяли в Амазон, где я летал в Сиэтл, меня там интервьюировали, и в итоге там, в общем, была такая ситуация, в которой я не попал в Амазон по, так сказать, по обоюдной, по нестыковке. Но там были, задавали вопросы про алгоритмы, и я им сказал, типа, я не буду на ваши вопросы отвечать, потому что это, ну, это не те вопросы, которые нужно задавать. Так вот, моя мысль в том, что нужно готовиться к интервью заранее, делать так, чтобы когда вы на него пришли, у вас был такой профайл, а профайл это значит ваш гитхаб-репозиторий, ваши проекты, которые запущены в онлайне, ваши книги, ваш блог, ваш твиттер-эккаунт, ваши конференции. То есть это все то, что показывает, кто вы такой и чем вы интересны всем остальным программирам. Вот я вам интересен, вот сидит здесь там 70 человек, я вам интересен. Сейчас я пойду куда-то на работу устраиваться и скажу, ну, посмотрите вот мое интервью, например, меня пригласили на Метап, значит, я, наверное, интересен этим людям. Почему-то, значит, значит, эта компания, которая меня потенциально может взять, она понимает, что я уже не совсем такой, как все, а немножко лучше, чем все. Даже не надо меня спрашивать про алгоритмы, не надо меня спрашивать, как я буду там что-то кодить. Они уже понимают, что я уже накодил, я уже написал на гитхабе много репозиториев, я уже написал книги по программированию, уже эти книги покупаю. То есть это дает возможность мне быть сразу на голову выше всех остальных, стоящих вот в этом ряду на интервью, ожидающих там в коридоре. Вот этим нужно, мне кажется, заниматься. Больше, чем готовиться к обычному, такому рутинному интервью. Вы получите, во-первых, кайф от этого. Вы, когда готовитесь к интервью и решаете задачки, вы делаете, ну, бестолковую работу, вы никому пользы не приносите. Вы просто подготавливаете себя, чтобы продать себя этому эмплойеру. Ну, какую вы пользу миру делаете? Ну, никакую. Кому нужны ваши задачки? А вот если бы вы в это время писали какую-то библиотеку на JavaScript-е новую, или там на чем-нибудь, которая бы какую-то помогала задачу решать, там, не знаю, новый там алгоритм машин лернинга там изобретали, пусть он пока никому не нужен или кому-то он будет нужен, но вы бы делали что-то полезное, чтобы и вам давало кайф, и вам бы давало фидбэк, чем заняться, смотрите. И, конечно, у них уже вопросы бы многие снялись. Они бы просто не задавали вопросы про алгоритмы, они бы понимали, что вы уже такой некая старт, то есть вы некая звезда в определенном смысле. И, конечно, такую звезду многие компании нанять хотят. Вот мой такой общий совет такой. Помимо того, что, конечно, надо готовиться к интервью, но это удел слабых программистов. А серьезные программисты, те, кто себя нацелены на более высокие результаты, на более серьезную карьеру, они над своим резюме работают заранее, создавая что-то и отдавая что-то в комьюнити. У меня есть ряд коллегий программистов, которые помогают мне часто с вопросами. И вот они очень настаивали на том, что я задала этот вопрос про английский. Как ты достиг такого беглого уровня, чтобы выступать на конференциях? Ну, я, например, с детства учил. Ну, как учил? У меня был репетитор в детстве. Я думаю, что это полезно немножко у каждого ребенка как-то с преподавателем. Не так долго, но это немножко помогло. А второе, я думаю, что у меня есть целое видео на моем YouTube-канале. Кстати, можете подписаться. Я там регулярно делаю такие коротенькие видео. И там я в одном видео прям рассказываю, даю советы, как поднять уровень английского языка. Я отдал буквально несколько рекомендаций. Во-первых, я рекомендую смотреть английский контент, который вам нравится. Фильмы, в первую очередь. Вот мы все любим смотреть кино. Так или иначе, большинство людей смотрит с переводом, в дубляже. Когда Брэд Питт разговаривает на русском языке. Вот старайтесь смотреть так, чтобы Брэд Питт разговаривал на английском языке, с субтитрами. Сначала вам будет это тяжело. Мне самому тяжело смотреть в оригинале английские фильмы. Я смотрю все с субтитрами. Практически все. Кроме того, что я прям легко понимаю, я тогда выключаю субтитры. Но все остальные фильмы я смотрю с сабами, с английскими субтитрами. И таким образом, мне кажется, я английский прям реально подтягиваю. Потому что я слышу нативный английский язык. Не книжный. Обучение на курсах, обучение по книгам, мне кажется, это потеря времени. Я бы категорически не рекомендовал это делать. У вас будет просто возникнет неприязнь к этому языку. Он будет просто неприятен. Потому что вас будет натаскивать преподаватель с домашних заданий. Я терпеть этого не могу. Никогда этого не делал. Нужно, чтобы контент был интересен. Берите, я не знаю, до порнографии не будем спускаться, но берите какой-то контент, который вам действительно интересно смотреть. Кино, книги читайте на английском. Вот техническая литература, например. Техническая литература по джаве, не знаю вам, по менеджменту. Покупайте ее все в оригинале. Так лучше будет. Потому что вы себе одновременно будете читать то, что вам нужно, то, что вам интересно, а при этом будете подтягивать английский язык. Вот я думаю, это главная рекомендация. Ну вот так. Ну и старайтесь контент ввести тоже в обратную сторону на английском. Если среди вас есть блогеры, если среди вас есть те, кто продюсит контент, то есть создает его, то старайтесь сделать на английском, как я его делал. У меня примитивный английский на самом деле. Он у меня просто действительно беглый, потому что у меня нет языкового барьера. Проблема же, она главная в языковом барьере. То есть вы все, если я сейчас заговорю на английском, вы будете понимать меня. Практически все и практически все. Но вы в обратную сторону так же сказать не сможете, с такой же скоростью. Потому что у вас есть, у многих есть языковой барьер, который вас заставляет строить корректно фразы и тормозит вас, когда вы понимаете, что вы строите их некорректно. Вот чтобы его пробить, мне кажется, самое главное, это перестать волноваться о том, правильно вы говорите или нет. Просто нужно говорить быстро. То есть ваша задача просто объяснить человеку, представьте, что вы не понимаете человек на другом языке, и вам нужно быстро ему объяснить, чего вы хотите. Вот старайтесь быстро-быстро говорить, старайтесь доносить свою мысль любыми вариантами. Вам нужно сказать, не знаю, как пройти к метро, но вы не знаете ни слова метро, ни слова пройти. Но вам все равно нужно спросить. Вот пытайтесь как-то слепить из других слов эту конструкцию. И тогда будет легче. А многие люди считают, что нужно именно обязательно спросить, как пройти к метро. Они говорят how и думают, как же будет слово пройти. Но пока он думает над этим словом, я уже понимаю, что это тупик. Но у него такой барьер, что никто не хочет с ним говорить. Он how, you know, can I, you know, go, no, 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 can I, ну все равно мы поймем, потому что это будет комбинация каких-то фраз, которые в итоге нас выведет к конечной цели. Ну вот так, я не знаю, объяснил я. У тебя, ты разрабатываешь собственный язык программирования, но при этом он говорит, что не хочет, чтобы он стал мейнстримным. Что тогда цель? Да, меня часто спрашивают, есть такой язык. Мы начали его, я не один его разрабатываю, мы начали, там целая была группа программистов, мы начали его делать года два с половиной назад. Он называется EO, также это название книги, Elegant Objects. Это экспериментальный проект был, open source, экспериментальный проект, чтобы попробовать сделать язык программирования, в котором нет объектно-ориентирования, в котором нет классов, а есть только объекты, и нет многих вещей, которые есть в Java. Это очень технический дискуссион такой, я думаю, мы можем его убрать. Единственное, про мотивацию скажу, большинство open source проектов, которые стартуются, многое по крайней мере, они делаются for fun, они делаются для удовольствия. И только некоторые из них, которые действительно оказываются нужными окружающим людям, они начинают быть популярными, начинают им там звездочки ставить, и в какой-то момент оказывается, что этот проект интересен. И ты никогда не знаешь, какой это будет проект. Я уже про это писал много раз. Как и в блогинге, как в open source, ты никогда не знаешь, что именно выстрелит. Как и может быть в инвестициях. То есть ты просто делаешь, потому что тебе нравится, и потом в какой-то момент один из десяти проектов, вдруг ты просыпаешься с утра, и оказывается, ты был на Hacker News, на первой странице в течение всей ночи, и у тебя там 12 тысяч хитов на твой сайт пришло, просто потому что этот проект понравился. Вот ровно вчера, ровно сегодня утром я проснулся, когда я смотрю на свой блог, у меня там 150 одновременных сейчас просмотров стоит. То есть это очень большая цифра, когда у тебя 150 одновременно. Я смотрю, я на Hacker News, оказалось, одна моя статья из блога, оказалось, всю ночь была на Hacker News. Это большой сексесс, на первой странице. Кто Hacker News читает, из присутствующих? Ну, стоит больше. Это достаточно популярный центральный сайт Силиконовой долины, мне кажется, это Hacker News. Это даже не тек-кранч, это вот все остальные сайты вы можете проигнорировать. Обращайте внимание на Hacker News. Это очень хорошо фильтрованный список новостей, даже не новостей, а список интересного контента, который находят люди, работающие в IT-сфере и публикуют. В Hacker News вы можете раз в день тратить на него 15 минут, и вы будете примерно в курсе всего нового, что происходит в IT-индустрии в Силиконовой долине и вообще по миру. И, естественно, когда ваш какой-то контент, ваша библиотека, ваша статья попадает на первую страницу Hacker News, это суперсексесс, это прям бывает, вот у меня бывает это примерно 2-3 раза в год, и это вот большой селебрейшн. Вот у меня сегодня ночью это было. Это если происходит, то у меня появилось там, по-моему, 40 новых подписчиков на Твиттере, благодаря этому у меня подписали, какие-то имейлы мне пришли, там люди пишут, ой, спасибо за статью. То есть, ну ты сразу становишься известным вот за одну ночь. Когда это случается, неизвестно. У меня даже в моем книге про блогинг описана такая ситуация, у меня есть одна библиотека, опенсорсная, и я ее на Hacker News запостил однажды. Ну, там можно постить, заходишь просто и бросаешь туда ссылку, и говоришь, я хочу вот поделиться. Ноль реакций. Прошло 2 месяца, я сделал то же самое, ту же ссылку, опять запостил, ноль реакций. Ноль, это значит, ты уходишь в конец списка, и тебя никто, ну, ты не попадаешь на первую страницу, и к тебе ноль, ноль внимания. Я сделал это третий раз, и попал на первую страницу. То есть одно и то же, один и тот же контент. Я запостил с одного и того же аккаунта, я ничего не менял, я просто три раза это сделал, и на третий раз попало. Почему? Это ничем не объяснимо. То есть очень трудно объяснить, что именно приведет к успеху. Это я возвращаюсь к мысли о том, что нужно, какой-то у нас был вопрос. В общем, я возвращаюсь к мысли о том, что, о чем мы говорили? Про язык. Про язык, да, про язык программирования. Open Source проект сделали, давайте сделаем, для удовольствия сделали, но он собрал там почти 400 звездочек на GitHub. То есть был интерес, люди поучаствовали, там много было контрибьюторов, ну вот он вызвал определенный интерес. Но я не знал, когда его стартовал, что этот интерес будет. Я к чему это говорю? Я пытаюсь что-то интересное сказать для вас. То есть для вас в вашей жизни я бы рекомендовал повторять эти операции, то есть делать что-то такое, что вам нравится. Это прежде всего, если мы сегодня о карьере говорим, то мне кажется, что главным бустом карьеры будет максимальное ваше внимание к тому, что вам нравится. То есть делайте то, что вам по кайфу и вкладывайте в это максимум усилий. И тогда придет такой момент в вашей жизни, когда появятся такие работодатели, которые скажут, вот мы хотим именно вас. Не потому что вы там седьмой стоите в списке на джоб-интервью, и вот да, заходи, следующий, следующий, следующий. А потому что мы вот его хотим или ее хотим. Потому что мы выбрали этого человека с рынка. И вот давайте мы именно его. Для того, чтобы вы таким человеком стали, вы должны много делать то, что вам в кайф. Я так думаю. И тогда это ваше увлечение, это ваша passion, которая у вас будет. Он в итоге вас вытолкнет наверх. А какой из существующих языков программирования ты считаешь самым правильным? Ну, я уже говорил много раз, отвечал на этот вопрос. Я считаю, что Java самый мощный язык, на мой взгляд, на текущий момент. Он, конечно, мне не нравится, как в нем много лишнего. Вот так. Но по своей развитости, по своей элегантности текста, наверное, Java ближе всего к тому, что я бы сказал, ну, хороший язык. Я не думаю, что сейчас есть хорошие языки, потому что, к сожалению, языки созданы плохими программистами. Я даже писал твит такой делал когда-то, что Ruby это прекрасный язык, а вот Ruby программисты, они, значит, бестолковые. То есть, если взять язык как язык, Java как Java, то это хороший, в принципе, язык. А вот если взять комьюнити, которая этот язык окучивает и создает под него библиотеки, и пишет Spring, и пишет всякие обвязки для этого всего. Вот эти люди бестолковые. Вот такая ситуация на рынке. Ну, на мой взгляд, бестолковая, потому что у меня свое видение там качества, свое понимание того, как должен быть написан код. Мне кажется, сами программисты портят то, что изначально было хорошим. А Haskell? Я в Haskell и не пробовал ничего, я не знаю. Но я думаю, это равно применимо ко многим. Может быть, есть какие-то суперисключения для каких-то нишевых языков, которые там создали там три человека, и вот они блюдят, значит, качество этого продукта. Может быть. Но для массовых языков это в основном такая ситуация. Вот Ruby, например. Я пишу на Ruby последний год, мне нравится он как язык, он действительно классный. Но когда я беру любую библиотеку на Ruby, любую, которая... Я когда пишу свой код на Ruby, мне все очень нравится. Все красиво, все мне нравится, все понятно. И тут я открываю какую-то библиотеку на Ruby и думаю, ну, боже, ну, как они это могли сделать? Ну, это же противоречит всем принципам этого языка. Ну, не так это должно было быть сделано. Но оно уже сделано. И там 10 тысяч звездочек на GitHub. И я понимаю, что 10 тысяч человек поставили лайк вот этому мусору. Ну, что я могу с этим сделать? Ну, я тоже должен его использовать. Ну, вот такая ситуация. Вы видели 1С-код? 1С-код? Ну, я, к счастью, не видел, наверное, да? Просто так. Я представляю, да. А что касается JavaScript? Опять же, моя редколлега очень просила задать этот вопрос. Будущее. Вот сейчас это очень популярный язык программирования. А каково его будущее, на твой взгляд? Я знаю, что многие ругают JavaScript. Но вот я сейчас пишу книгу, которая называется Junior Objects. Вот у меня есть Elegant Objects. Это для профессионалов по ООП. А я сейчас пишу Junior Objects, которая для вообще нулевых программистов, которые вот просто хотят начать свой путь в программировании. И я выбрал JavaScript как язык, на котором я буду объяснять объектно-ориентированную программиру. Это может показаться странным, потому что многие считают, что JavaScript, ну, как бы не объектный язык. Например, в нем нет типов, например, в нем нет, там, не знаю, чего-то еще. Классов в них нет, да, в классическом виде. Но мне кажется, что на базе этого языка я смогу объяснить. Мне JavaScript нравится, если честно. Мне кажется, он элегантный такой, достаточно, вот мне как язык, он кажется прям даже четче, наверное, чем Java. Он такой непростой для понимания среднего программиста, наверное, вот так бы я сказал. Потому что его прям легко превратить в кашу. Значит, все проще, наверное, чем Java и чем тот же Ruby. То есть большинство, есть же даже эти шутки про эти JavaScript-библиотеки бесконечные, что там хороший программист каждый вечер начинает писать новую JavaScript-библиотеку и на утро ее выбрасывает. Ну, что-то такое. Ну, то есть это действительно язык, на котором можно экспериментировать в разные стороны и практически все будет мусором, то, что ты создашь. Ну, вот я к этому мнению, наверное, присоединяюсь. Я думаю, что да, на JavaScript-библиотеке написано много всякого барахла, но мне он как язык нравится. Я думаю, у него есть будущее. Ну, будущее есть, потому что он в браузере, потому что он легкий. Думаю, что есть будущее. Вот ты ратуешь или топишь, как, не знаю, правильно сказать, за чистый код. Но чистый код – это такое достаточно абстрактное понятие. Как измерить? Есть ли какие-то метрики, которые могут… Ну, я тоже про это писал. Я думаю, что чистый код – это тот, который понятен, быстро понятен незнакомому человеку. То есть невозможно сказать, что это чистый код, если с ним работает только один программер. Если это чистый код для меня, то это не чистый код. Это просто код, который мне нравится. Нужно код показывать другим людям. И не просто показывать, а делать так, чтобы эти люди могли свободно изъявить свое негативное мнение об этом коде. И чем чаще они будут это мнение изъявлять, чем чаще они будут смотреть на ваш код и говорить, что там плохо, тем лучше будет код становиться. То есть код чистым становится после массового, после большого количества ревью этого кода. Вот так. Если код этих ревью не пройден, то код чистым сказать, наверное, нельзя. У каждого программиста свой взгляд на то, как должен быть дописан код. Один считает, что нужно там использовать, не знаю, статические методы, а я считаю, что статические методы – это зло. Мой код будет не содержать ни одного статического метода, а код другого человека будет содержать много статических методов. Какой из этих кодов чище? Смотря в какой ситуации мы находимся. Если я и вокруг меня работают еще 10 программистов, и мы все со мной согласны, и они все посмотрели мой код, и мы друг друга поревьювили, это все прошли через десятки ревью или сотни ревью, то это чистый код. И, конечно, если придет этот товарищ со стороны, посмотрит на это и скажет, ребята, у вас тут какой-то мусор, то для него этот код грязный. То есть, наверное, чистота кода – это очень субъективное понятие. И, конечно, каждый бизнес должен заботиться о чистоте кода в рамках этой команды, но не только в рамках команды, а еще и в рамках индустрии. Потому что если команда не есть, а когда команда будет потеряна, а мы знаем, что любой программный продукт так или иначе теряет свою команду, и команда приходит новая, потому что программисты меняют место работы очень часто, и поэтому, начиная бизнес или стартуя проект, мы должны понимать, что пройдет 5 лет, и полностью вся команда, которая ее стартует, будет сменена. Это будет новый архитектор, новые программеры, новые тестеры, все будут новые. И вот эти новые люди нужно сделать так, чтобы, когда они придут, им не пришлось переписывать. То есть, мы должны писать не только для локальной команды, а для индустрии в целом. К сожалению, как сейчас мы это видим, как я это вижу, в индустрии большинство людей, которые понимают код иначе, чем я его понимаю. То есть, если про объектно-ориентированное программирование говорить, то мне, например, тяжело писать чистый код, потому что то, что я напишу, 70% или 90% людей из этой аудитории скажут, что я написал какую-то ерунду и ее нужно переписать. Поэтому мне писать чистый код трудно. Я его пишу в основном, к сожалению, для себя и очень небольшой группы фанов Elegant Objects концепции, которые вокруг меня существуют. Ну, вот такая моя ситуация. Но эта группа растет. То есть, это вот секта программистов, которым нравится Elegant Objects, она постепенно увеличивается в размерах. Сначала она там 5 лет назад, 3 года назад она состояла из 5 человек, и я удивлялся, что в ней еще кто-то кроме меня есть. Но сейчас там несколько сотен человек точно есть, которые прямо себя заявили и сказали, вот мы эти люди, которым это нравится. Ну, постепенно это растет. То есть, я тоже вношу какую-то лепту. А на собеседовании какие вопросы задавать, чтобы понять, как в команде относятся к качеству кода? Задавать в смысле команде? То есть, кто-то меня интервьюирует, спрашивает про штуки? Ну, смотря, опять же, куда мы хотим собеседоваться. Если мы пришли, чтобы там сидеть и получать зарплату, то я бы вообще никаких вопросов не задавал. Просто помалкивайте и сделайте помягче этот вход, получить этот контракт и сядьте на следующий год, будете получать зарплату. Я бы старался поменьше про качество, потому что можно нарваться на... И я, на самом деле, не соглашусь с предыдущим докладчиком о том, что в Калифорнии не обращают внимания на то, на то, на то. И чисто строго интервью. Там очень легко можно, дав какое-то свое там мнение, обосвестительное чего, можно легко не попасть на работу. То есть, это, на самом деле, вранье о том, что там политические ваши взгляды никому не интересны, о том, что ваша религия никому не интересна, ваш пол, вес, рост и так далее. Это все не так. На самом деле, на это смотрят, если ваши взгляды хоть немножко отличаются от общепринятой концепции Калифорнии в целом, если вы немного нетолерантны к чему-либо, то вы не попадаете в эту компанию. Поэтому лучше помалкивать, лучше на всех этих job-интервью, если они у вас проходят, особенно с американскими компаниями, лучше вот на все вопросы отвечать, я забыл, я не знаю, как на допросе. Тогда будет более-менее спокойно. У меня был конкретный опыт, у меня, я, может быть, о нем как-нибудь расскажу, но был опыт, когда было успешное интервью, я прошел один технический уровень, второй технический уровень, меня там осмотрели на позицию архитектора в большую компанию в Силиконовой долине, и в последний момент мне позвонили и сказали, мы вот твой блог прочитали, и вот тут такая статья есть, где ты называешь рекрутеров манкис. А у меня действительно такая статья, где я рассказываю, что все эти рекрутеры, это обезьянки какие-то, которые мешают нам, на самом деле, работать, и надо напрямую нас соединять с бизнесом, убрать эту все прослойку. И она мне звонит, а она рекрутер. И она говорит, а почему мы манкис? И я понимаю, что мои предыдущие там три интервью технических, они просто, ну вот, срезались. Я говорю, ну, я пытался там как-то юлить, но, в общем, мне больше не позвонили. Хотя это было три прям реальных интервью, я все прошел, там все было круто, это было там четыре года назад. То есть вот твое мнение там о чем-то на каком-то блоге просто тебя выкидывает из... Ты должен быть, как я сказал в начале, ты должен быть в обойме, ты должен быть в колее, ты должен быть как все. Это фактически аналог Советского Союза мы сейчас имеем в Силиконовой. И это не мое мнение. Есть ряд статей очень известных там инвесторов в Силиконовой долине, которые, например, ко-фаундер Y-комбинатора об этом писал, что там действительно ситуация близкая чуть ли не к фашизму. То есть там очень жестко регулируется, что кто может думать и о чем, что кто может говорить. И любое инакомыслие, оно легко приводит просто к выбрасыванию тебя из системы. Тебя не преследуют, тебя никто в тюрьму не сажает, тебя никто не будет там, как это делали в Советском Союзе. Но ты просто выпадаешь из системы, и дальше вот тебе там мелкие-мелкие стартапы, Starbucks, иди там работай. Но все-таки если вернуться, если все-таки я хочу работать там, где относятся к качеству кода серьезно, какие вопросы мне задавали? Да, я первую часть рассказал, вторую нет. То есть что все-таки действительно спрашивать, если... Ну я думаю, что надо просто узнавать... Как относятся к качеству кода? Я просто по опыту знаю, что везде плохо относятся. Поэтому все эти вопросы... Ну я просто пытаюсь вспомнить, что я спрашивал. Я просто всегда знаю, что куда бы я ни попал, там главное, как это говорят, бах-бах и в продакшн. Поэтому это всегда так. Везде одна и та же ситуация. Что бы ни рассказывали на интервью, что бы ни говорили. Или у меня даже в этой, в моей книжке «Codehead», там на первом, в первом разделе, человек этот, как бы, ну, протагонист этой книги, проходит эти, первый этап интервью, и там у него тоже спрашивают, вернее, ему говорят, вот, мы очень внимательно относимся к качеству. И он там про себя думает, да знаю я, как вы внимательно относитесь. Вы даже слов таких не знаете, что такое там качество. Поэтому это все ерунда, мне главное просто попасть и получать деньги. Поэтому я думаю, что качество приходит с вами вместе. То есть если вы хотите, чтобы там было качество, то готовьтесь к тому, что вам придется воевать за это качество. И если вам действительно не безразлично, как вот тот код, который написан вокруг вас выглядит, то вам придется воевать с командой, с менеджером, с архитектором, с легоси-кодом, который вы там встретите. Со всеми воевать. Для того, чтобы добиться какого-то, поднять как-то качество вверх. Скорее всего, вы попадете туда, где качество, ну, это реалии бизнеса. Потому что качество качеством, а бизнесу все равно нужно побыстрее и в продакшн. Поэтому для того, чтобы качество поднимать, будет война. И у меня очень много людей, которые ко мне приходят, часто пишут, спрашивают, прям очень много таких вопросов слышу. Вот что бы ты посоветовал? Как мне быть? Я работаю в команде, у меня 10 программистов, я один только хочу качество повысить, всем остальным все равно. Что мне делать? Что мне увольняться? Так я попаду в такую же компанию. И вот что мне в этой ситуации делать? Я даю рекомендации. Моя главная рекомендация, даже есть на этот счет видео, я снимал. Моя главная рекомендация это попытаться постепенно один за другим вовлекать в свое понимание качества людей вокруг тебя. Всех сразу ты не убедишь, всем сразу ты не объяснишь, всех скорее всего будут против. Бери одного кого-то и пытайся с ним общаться, пытайся его воодушевить идеями там хорошего качества. Не получается выбрать, бери другого, пробуй другого. В итоге у тебя получится какая-то группа вокруг тебя. То есть собирай какую-то такую банду вокруг себя, внутри компании, которые будут понимать, о чем идет речь. И вот они начнут там считать, что код-ревью это неплохо, на самом деле юнит-тесты это неплохо, а интегрейшн-тесты это еще лучше. Большинство людей так не считают. Если вы придете в стандартную команду по разработке, то большинство людей будет считать, что юнит-тесты это какая-то обязаловка, которая нам всем надоела. Ну ладно, мы напишем, если там код-ревью требует. Очень мало людей скажут, что без юнит-теста код это глупость какая-то. Ну кто это написал? Вот чтобы так человек стал думать, делать тренинги, проводить какие-то обучающие семинары, что-то показывать, например. Но это все требует работы. Поэтому на старте спрашивать, обращают ли там внимание на качество, я думаю, вопрос бессмысленный, но они наврут. Они наврут, они используют много умных слов, continuous delivery, continuous integration, static-анализ, но это все будет ерунда, когда вы увидите на практике, что происходит, там будет все не так, скорее всего. Возвращаясь к непопулярным в западном мире мнениям, правильно я понимаю, что ты считаешь, что женщинам обойти не место. Так, ну есть, да, есть такое бытующее мнение. Я на самом деле столкнулся с проблемой вот этого вот гендерного, гендерных противоречий в индустрии. Я на самом деле написал даже статью на своем блоге, вот из-за которой, в общем-то, я думаю, пострадал в том числе в том интервью, когда по обезьянкам я их назвал. Я думаю, они ту статью тоже нашли. Я в этой статье сказал на самом деле не то, что ты сказал, а по-другому. Я сказал, что я считаю, что между нами, как женщинами и мужчинами, существует разница в нашем, не только физиологически, но и ментально. То есть у нас разные устройства мозга, мы по-разному мыслим. Один пол склонен к определенному виду мозговой деятельности, другой пол больше предосположен к другому типу мозговой деятельности. Так я считаю. Это мнение трудно провернуть и трудно подтвердить, потому что таких исследований провести практически невозможно, невозможно сделать объективное исследование, можно только, так сказать, домысливать и предполагать. А раз у нас разные способности, мы к разному предосположены, то я считаю, что аналитическое мышление, логическое мышление и жесткое мышление и способность логически выстраивать жесткие конструкции, то, что требует программирования, на мой взгляд, я считаю, как программистом, 30-летним стажем, то эта способность вот к такому логическому и жесткому мышлению, она менее свойственна женскому полу. А раз она менее свойственна, то я в этой статье говорю, что не не место, а наоборот, я говорю, что женщины, которые в IT работают, больше к ним уважения, потому что им приходится, по сравнению с мужчинами, проходить более сложный процесс решения задачи. Ну, как, допустим, не знаю, в баскетболе, один там, допустим, все высокие, а один невысокий. Ну, и он тоже допрыгивает. Ну, конечно, к нему уважения больше, ему тяжелее, он маленький, ему нужно допрыгивать, поэтому к нему, естественно, больше уважения. А говорить, что ему не место в баскетболе, ну, я такого не говорю, это просто странно, потому что на самом деле в IT очень много женщин, и многим женщин это нравится. Но мне кажется, что вследствие вот этой разной структуры мозга, все-таки вот эта булиновая алгебра и там жесткое мышление и логические конструкции, которые мы должны, которым мы должны быть прикреплены в программировании, оно для женщин тяжелее, и поэтому, конечно, к ним больше уважения. Я бы, например, своей, там, не знаю, дочке, если бы она у него спросила, папа, куда мне лучше идти, у меня нет дочки, ну, допустим, куда мне лучше идти, там, в, не знаю, графический дизайн или в Java-кодинг, я бы сказал, слушай, ну, мне кажется, графический дизайн тебе будет легче, а ты уж тогда там сама решай, но мой совет был бы, ну, наверное, графический дизайн более тебе по плечу будет. Ну, не по плечу, а, кстати, более свойственно. Вот такое мое мнение. Да, я скажу, добавлю еще по этой теме, я так вижу, не особо затриггерило это, то есть особо возмущение, нет, я думаю, что это очень политизированный, такой очень политический вопрос сейчас. На самом деле, вот эти все борцы за права женщин, они, на самом деле, на мой взгляд, отстаивают не конкретно права женщин, потому что, на мой взгляд, в реальности никакие эти права особо не ущемлены, и мы давно прошли тот этап, когда прямо вот если ты, женщина, тебе надам на, не знаю, на 30 тысяч зарплаты будет меньше, ну, это все давно в прошлом, это, может, какое-то время каких-то там шахт, не знаю, где-то в прошлом веке. Сейчас это все совершенно не так, проблемы реальной нет. Есть просто какая-то, мне кажется, политически заданный, политически заданный вектор, по которому мы должны нагнетать вот эту вот тему толерантности, тему diversity, тему всеобщего равенства, всеобщей любви. И она, мне кажется, такая слишком обостренная сейчас тема, и она не ведет, на самом деле, по моему мнению, наше общество в том направлении, в котором бы хотелось его ввести. То есть она притупляет в людях способности к аналитике, она притупляет в людях способности к широкому взгляду на ситуацию. Был один в гугле, который широко посмотрел, мы знаем, куда этот человек делся. То есть как только ты начинаешь смотреть чуть шире, тебя сразу тормозят, выбрасывают, и ты должен смотреть только прямо. И это, на самом деле, нехорошо. То есть то, что мы сейчас делаем, то, что происходит в Силиконовой долине, и идет к нам оттуда, оно только травмирует индустрию. То есть вместо того, чтобы кричать о том, что все равны всем, ну проще, может быть, посмотреть, а кто-то, может быть, кому-то не равен, может, у нас какие-то все-таки разности есть. То есть на самом деле diversity, она должна быть не через диктат сверху о том, что как сейчас это делается, когда на многих конференциях, просто если там одни мужчины в программе, то при казном порядке вставляются женщины в программу. Это информация от организаторов конференции. Реально мне отделились с этими историями со мной. О том, что к ним приходят компании, которые стоят над конференциями, и говорят, у вас там 9 мужчин, нужно 3 женщины вставить, вот вам кандидаты. И они убирают худшие доклады мужчин, выкидывают и вставляют там 3 женщины. Это реальная конференция, не буду говорить название, но это большая конференция, в которой это происходило со слов людей, которым это говорили сделать. Они мне жаловались, говорят, ну так у нас вот такая ситуация, нам платят, мы делаем. Это, мне кажется, плохо, это не улучшает нашу ситуацию, потому что это делает людей только забитыми, более пугливыми, мы в итоге становимся, ну это фашизм, это ситуация, когда нам говорят, что мы должны думать. Это же фашизм, как вы говорите, что у женщин и мужчин разные способности аналитические, понимаете? Вы кого-то еще после этого фашизма упрекаете. Ну, у меня же может быть мнение такое? Тогда других не упрекайте в фашизм. Может, конечно. Ну, а вы считаете, у нас одинаковые аналитические способности? Да. Ну, хорошо, но есть мнение. У всех людей абсолютно разные аналитические способности. Вот у меня и у вас разные. Разные. Это никак не коррелирует с полом. Почему? Ну, вернее, откуда эта информация? Это же не факт. Как у вас, откуда эта информация? Да, у нас есть два разных мнения. Смотрите, это та область, которую можно каким-то образом исследованиями, подтвердить или опровергнуть. Ну, а как именно можно это исследование? Это вопрос мнения. Понимаете, мнение, это нравится мне этот цвет или нет? Или вкусно это, или невкусно? Это не то, что может быть оценено мнением. Почему? Потому что аналитические способности можно подтвердить исследованиями. Просто можно провести тесты на основании технических выборов. Разве нет? Ну, мы можем провести, да, на основании. Как она, например, определяется, уже есть же какая-то научная обоснованность такого рода тестирования. Можно это сделать, да. Но статистика будет только подтверждать мои предположения. Ну, давайте не будем исследовать, давайте возьмем простые факты. Например, результаты шахматных турниров, которых женщины уже сто лет проигрывают мужчинам. И даже есть просто отдельная женская лига, шахматная и мужская. Их просто разделили на две части и перестали женщины играть мужчинам. Ну, мне приходило в голову, что это обусловлено тем, что на базовом уровне у женщин меньше доступа к образованию и образованию. Я считаю, что это за доллар мужчин. Ну, возможно, возможно. Можно об этом дискутировать, да. Как примерно говорить, сравнивать результаты афроамериканцев и белых людей и говорить, посмотрите, у них меньше, хуже результаты. Ну, просто потому что у них доступа к образованию никогда не было. У них не может быть, в принципе, выше результатов, потому что у них нет учителей. Согласен. Но давайте так, допустим, у нас есть разные мнения. Но почему человек, который высказывает это мнение в Google, он в результате увольняется? Потому что это мнение закрывает дорогу многим. Тем, кто хотел бы, но не решается. Если этот человек принимает решение, то да. Потому что он может принимать решение на основании своего мнения. Ну, выражаю. Мы предполагаем, что человек, высказав свое мнение, он как-то влияет на судьбы других людей. На судьбы других людей. То есть нам нужно притормозить, то, что я и говорю, нам нужно притормозить при проявлении своих мнений. То есть мне нужно поменьше свое мнение высказывать на публику. Правильно? Потому что это может кого-то обидеть. Можно так сказать. Правильно? Ну, а разве это не давление? Точно так же делали фашисты, точно так же делали в Советском Союзе. Не говори чего-то, потому что это мешает нашему строю. Не проявляй свое, не говори что-то в ту сторону, потому что это помешает нам, тому кому-то. Относительно объективных фактов не может быть мнения. Нельзя сказать, что мне кажется, человек ниже другого, если он выше. Мы же только что пришли к тому, что это всего лишь предположение. Там нет фактов. Мы же сказали, что женщины проигрывают в шахматах. Может быть поэтому, а может быть потому. Но там нет исследований. Их можно провести, если задаться целью, можно провести. Но их же нет. Фашисты... Потому что критерии субъективные. Да, но могу я иметь хорошую? То есть у нас нет правды. Я с вами согласен в том, что эти исследования еще не провели. Еще не провели, да. Их не проводят только потому, что критерии субъективные. Очень сложно об этом говорить. Да, и поэтому у меня есть одно мнение, у другого человека другое мнение. Я считаю А, этот считает Б. Я поднимаю руку и говорю, товарищи, я считаю А. А мне говорят, помолчи, правильно считать Б. И тебя мы уберем, потому что твое мнение... Правильно считать Б. В этом есть перегиб, и в этом есть, можно сказать громко по жизни, но мнение материальное. Если, условно говоря, в группе подростков популярный мальчик скажет «ты чмо», то вся группа подростков будет чморить. Да, может быть, но поэтому давайте меньше высказывать свое мнение, такой мы сделали вывод. Давайте быть с этим очень аккуратным. Ну да, но что такое аккуратность, если человека за высказанное мнение увольняют из компании? Давайте быть аккуратным, давайте дальше расстреливать тех, кто неаккуратен. Ну так делали фашисты. То есть куда мы идем дальше? Пока мы еще мягко, пока мы там убрали… Можно сравнить с фашизмом, а можно сравнить с расовой сегрегацией. Можно сказать, что я считаю, что черные более глупые, потому что среди нобелевских лауреатов черных гораздо меньше статистически. Таково мое мнение. Да, мнение от чести человека, да. Черные объективно хуже, как… Да, Генри Форд так считал, например. Ну то есть так считали многие люди. Вот как по-разному. Вы любили сейчас публикой за то, что высокое мнение, как Генри Форд считал так или иначе? Нет, я говорю о том, что мнение может принадлежать разным людям, и я за то, чтобы любое мнение могло быть высказано. Подождите, вот вы говорите про фашистов, но тем не менее фашисты, или конкретнее говорить, нацисты правильнее говорить, они считали, что евреи хуже, поэтому их нужно убивать. У нас конференция не об этом вообще-то. Да, ребят, давайте вернемся. Ну, отвечая на вопрос, да, я просто хочу сказать, ну я пример привел, что мнение, вот это опять же не только мое мнение, есть статьи на этот счет, не только мной написанные, где говорится о том, что Силиконовая долина движется в направлении сильного затыкания ртов тем, кто высказывает что-то, что нетолерантно, недостаточно толерантно по отношению ко всем. Ну и естественно быть толерантным ко всем абсолютно, быть очень тяжело. Например, действительно высказывали какое-то мнение относительно аналитических способностей женщин, я, например, обижаю женщин. Но если я высказываю обратное мнение, я обижаю мужчин. Если я скажу, вы знаете, мужчины равны женщинам, мужчины скажут, да нет, мы как бы поумнее, мы в шахматы уже сто лет выигрываем, и нас-то немножко обижает, что вы считаете нас равными. То есть всегда любое мнение, какое бы ты ни высказал, ты всегда обидишь какую-то группу людей, ту или иную, всегда найдется тот, кого это обидит. И вот, ну дальше вопрос, что с этим делать. Можно все мнения позатыкать и сказать, что у вас вообще мнение не должно быть, это, так сказать, экстремальная точка, в которую мы можем прийти. А можно, наоборот, оказаться в точке, где мы разрешим полную свободу слова, и каждый будет свое мнение высказывать без ограничений. Это тоже будет достаточно опасно, потому что ряд мнений может породить общественные волнения и дураков вокруг себя собрать. Вы говорите, когда говорите про мнение, почему-то в основном какие-то человекоунижающие мнения. Мнение же есть и другого рода, они могут вообще... Почему мнение должно быть человеко-ненавистническое? Почему вы говорите про свободу именно таких мнений? Нет, я взял два экстрима. Да, я взял два экстрима. Давайте двинемся. Да, мы можем, да, это после поговорить. А зерокраси, я предлагаю поменять тему. Зерокраси, расскажи об этом проекте. Да, я начал с этого проекта. Я сказал, что чем я занимаюсь уже много лет, это мы пытаемся сделать... Не пытаемся, а сделали платформу робота, который призван управлять программистами. То есть в классическом варианте нами управляют люди, люди решают, что нам делать. Люди наши PM-ы, они решают, как организовать нашу работу, нам дают задачи. И потому что PM-ы люди-существа, в общем-то, люди-это люди, у них есть недостатки, они ленивые, они пропускают, они забывают, и поэтому проекты очень часто проваливаются. Пришла мысль о том, да, и PM-ы, поскольку они плохо организованы, как просто люди, им тяжело оценивать жестко результат людей, им тяжело понимать конкретно, что кто сделал в каждый конкретный момент времени. И поэтому, видимо, поэтому появилась та самая пресловутая месячная зарплата. Вместо того, чтобы анализировать, кто как работает и оценивать результат каждого правильно, объективно, давайте просто платить в конце месяца, и дальше как-то внутри офиса это все устаканится. Мы пришли к идее уже много лет назад, что можно сделать это иначе, можно поставить над программистами робота, который будет автоматически, используя искусственный интеллект, используя алгоритмы, принимать решение о том, кому какую задачу выдать, и как, какая задача должна быть оплачена, и потом, когда задача закончена, оплата должна поступать. И мы вот этот проект сделали, он года два с половиной назад уже попал, чуть меньше, года два назад он попал на рынок и стал реально работать. У нас есть несколько проектов там внутри, уже несколько заказчиков, у нас там, наверное, больше трех сотен программистов через него прошло так или иначе. И, в общем, он достаточно успешно работает. Мы планируем, что он будет все расти и расти, все становиться крупнее и крупнее. С этим есть определенные сложности, потому что, ну, против нас, в общем-то, фактически воюет вся индустрия, которая все по-другому организована. То есть большинство или подавляющее большинство, или все программисты этого мира работают по времени, за время, а не за результат. Поэтому задача сложная, но мы ее собираемся решить ultimately. А хотите сказать, что никто не трекает время за выполненные задачи? Время трекает. У нас или в индустрии? Ну, в индустрии время трекают и трекают по факту. То есть я уже потрекал, а потом мне заплатили. То есть мне дают задачу и говорят, делай ее. Я ее делаю, делаю, делаю. Потом в конце говорю, семь часов. И мне там семь умножить там на сто, семьсот долларов мне заплатили. Это оплата за время. Потому что я могу семь часов делать, я могу семь минут делать, я могу семьдесят часов делать. Есть методология. И если не вложился ты в estimate, тебе не заплатят. Ты такое видел? Нет, почему? Есть estimate, если ты сделал там overflow, нужно спросить, почему это? Спросить, почему это очень важно. Да, но тебе все равно заплатят. Вот мы против этого спросить, почему. Мы, чтобы заплатить точно сколько предполагалось только за тот результат, который человек выдал. То есть у нас жесткие фиксированные fixed cost оценки на микрозадачах. Безусловно, есть компании, все практически компании трекают время, заставляют людей регистрировать, но все равно в итоге оплата идет за время, которое человек сказал. Я отсидел. Платите мне. И ему платят. Я вот против этого выступаю. И мне кажется, что это большой грех индустрии, да не только айтишный. Скажите, а вот как можно оценивать работу программистка? Это творческий же процесс фактически. И как нужно результат его оценить как результат, не за время? Да, вопрос насчет творческого процесса. Я часто слышу этот вопрос о том, что программисты люди творческие, поэтому нельзя прямо так жестко сказать, сколько это времени займет. Я как программист, сам как программист, который написал много, наверное, не миллионов строк кода, но много строчек кода, сотни тысяч. Я могу сказать, что 95% или 99% моей работы это написание кода. Никакого там креатива в моей работе нет практически. Креатив есть на этапе создания архитектуры, на этапе придумки, когда я соображаю, так, мне нужно вот этот модуль с этим и вот с этим соединить вот так. А дальше после этого вот момента ага, который у меня занимает 30 минут, я сажусь и дальше месяцы кодирования, которые вполне рутинная работа, как на конвейере, который нужно просто делать. И когда вам программисты, я не знаю, сколько здесь программистов, сколько менеджеров, но когда вам программисты говорят, здесь все непросто, вас просто обманывают. Здесь все просто, нужно просто писать коды, юнит тесты, деплоить, тестить, деплоить и тестить. Брать requirements, имплементировать, тестить и деплоить. Это работа совершенно рутинная, ну не обезьяне, но это работа, которую делает человек шаг за шагом последовательно. Я как программист это говорю, я пишу код каждый день несколько часов. Поэтому все эти истории про креатив, я их не принимаю. Можно продолжить вопрос? А как вот ваша система, я так подзываю, она очень эффективная, как она учитывает локальные пузыри, когда скатываются локальные экстремумы. Есть такая система оценки для KPI, как вот локальные минимумы и вот эти пузыри, как она их выходит, и как оценивать производительность разработчика, если ему нужно входить в проект. Или получается, что хороший программист, быстрый программист будет затачиваться по данной задаче под один проект и будет в него углубляться. И он будет ее выполнять быстро. А тот хороший разработчик, который пришел снова на этот проект, ему нужно время на то, чтобы в ней разобраться. Да, я понял, вопрос я понял. Такие задачи, они все тупые, они достаточно быстро выполняются, но чтобы въехать в нее нужно очень много. Да, повторю вопрос. Вопрос, что делать с тем, что когда программист попадает в проект, он еще не знает, что там происходит, ему нужно какое-то время разобраться и понять, кто за это время будет платить. Вопрос очень тоже часто задаваемый. У нас формула боя иная. Мы не платим за обучение, мы не считаем, что задачей проекта является кого-то научить. Нам не нужны умные программисты. Нам не нужны программисты, которые хорошо разбираются в проекте. Нам не нужны программисты, которые хорошо знают продукт. Мы считаем, что это дефект, если у нас такие программисты есть. Нам нужен код, в котором может разобраться кто угодно за полчаса. Зачем мне, как владельцу, допустим, бизнеса, который вложил туда, не знаю, полмиллиона долларов, зачем мне команда из 10 программистов, которые все знают про мой код, а завтра они уволятся? Мне надо ходить новые 10 человек и опять их тренировать полгода? А куда эти инвестиции, которые я уже вложил, эти полмиллиона? Я натренировал этих товарищей, они все ушли, потому что их нанял там какой-нибудь Google за, не знаю, в два раза больше денег. Я все потерял. Мне не нужны умные программисты, бизнесу не нужны программисты, ну как бы не то, что умные, мне не нужны слишком знающие программисты, слишком хорошо погруженные в мой код. Мне нужны программеры, которые могут, которые я могу заменить завтра, любого из них. Вот это идеальный бизнес. Я как с другой стороны говорю, как человек, который вкладывал и вкладывает деньги в разработку. Мне не нужно, чтобы программист знал больше, чем он должен знать на один день работы. Как это решается? Что мы делаем? Мы каждый раз, давая программисту задачу, мы ему говорим, вот твоя задача, Вот твой микробюджет, ты должен эту задачу решить И дальше у тебя есть два пути у этого программиста Либо ты решаешь и тебе все понятно То есть ты открываешь код, ты всего лишь первый день на работе У тебя пришла задача, тебе говорится 50 долларов за эту задачу Ты открываешь код и дальше у тебя два пути Первый путь, мне все понятно Вот я здесь добавлю три строчки, добавлю юнит тест, соберу 20 минут и я закончил Это первая дорога Вторая дорога, мне что-то непонятно здесь Я не знаю как это все работает Я открываю этот класс и здесь не ясно что к чему В этом случае ты пишешь нам тикет и говоришь Ребята, исправьте этот код и потом только вернитесь ко мне Я не хочу работать с тем, что я не понимаю Ты нам создаешь этот тикет, мы на него выделяем новый бюджет Сажаем нового программиста, он под тебя улучшает этот код И к тебе этот код возвращается Ты опять на него смотришь и опять говоришь Я все равно не понял Ты создаешь новый тикет Опять говоришь, слушайте, здесь-то теперь понятнее А вот здесь все равно непонятно Мы опять это решаем И через 15 таких итераций что станет лучше? Ты останешься таким же, ну, бестолковым в плане этого кода Какой пришел, такой ушел, ты там ничего и так и не понял Но 15 раз ты задал нам вопрос И мы 15 раз улучшили этот код Кто стал лучше? Код Кто выиграл? Бизнес А программист, я его завтра могу уволить Придет новый, и у него уже не будет 15 вопросов У него будет уже 3 вопроса У программиста? Нет, я же ему заплатил Мы за каждый вопрос, который он задал, мы ему заплатили Мы платим за заданные вопросы Чтобы вопрос не зациклился Ну вопросы проходят через архитектора То есть есть человек, который чуть повыше уровня Который смотрит, если ему прилетают вопросы абсолютно бестолковые На которые, ну, видно, что человек спекулирует Тогда мы его отбрасываем Ну, таких ситуаций бывает, но не часто То есть мы говорим, ребята, задавайте вопросы Не надо разбираться Мы всем программистам говорим Будьте ленивы Это мы учим программистов Будьте ленивы, срезайте углы Не старайтесь погрузиться в этот код Никому не нужно это Мы не хотим вам платить за это обучение Зачем мне человек, который погрузился в код Он же пока погружался Набрал на себя кучу информации Он теперь стал умный А мой код остался таким же глупым Я не хочу этого Не надо погружаться Ты должен сразу, мгновенно понимать, что там делать Если ты не понимаешь Пиши мне комплейн Пиши, это мои проблемы Дай мне их решить Говори мне, что у меня непонятно Я заплачу свой бюджет, потрачу Ну, он у меня есть на проекте Я заплачу, заплачу, заплачу 15 раз я исправлю В конце у меня получится такой код Который понимают все, с первого взгляда Не приведет ли это к большему расслоению общества Потому что такая модель жесткого капитализма получается Я так понимаю, что они у вас фрилансеры, да? Ну, сейчас у нас, да Фрилансеры в плане того, что Что понимать под фрилансером То, что он живет на Бали Или то, что он работает за плоди деньги за результат Постоянных денег он от вас не видит Постоянных никто не видит, конечно Мы против идеи постоянных денег Ну, понятное дело, что легко заменить Да Но это приводит в общем Если такую систему принять везде Как я понимаю, вы хотите, да? Это получается Жесткое расслоение общества и очень сложно Да, на хороших программистах и плохих Да, у нас жесткое расслоение То есть есть люди эффективные И есть неэффективные Мы не делим на плохих и хороших программистов У нас, например, вообще нет джоб интервью Мы этой ерундой вообще не занимаемся Мы никого не интервьюируем Нам не нужна эта информация Зачем нам знать Зачем эти интервью Зачем эти резюме Зачем эти долгие разговоры Мы берем всех Ты заходишь Вот тебе тикеты У каждого тикеты свои деньги Ты либо их фиксишь Либо их решаешь и получаешь деньги Либо у тебя не получается Если у тебя не получается Ты неэффективный программист Хоть у тебя резюме на 16 страниц Хоть у тебя референсов там целая пачка Хоть ты работал в гугле до этого Но не получается у тебя А есть программисты, которые джуниор Он только начал Он приходит, у него там ну вообще ноль опыта И у него получается И мы говорим замечательно Вот ты хороший программист Эффективный Мы не говорим хороший и плохой Эти слова они слишком такие Слишком размытый Эффективный Это значит хорошо зарабатывает Неэффективный Мало зарабатывает То есть мы оцениваем программиста По одному критерию Сколько он зарабатывает у нас денег Хорошо зарабатывающий Это хороший программист Плохо зарабатывающий Ну до свидания Вы рассчитываете метрику Сколько Если программист писал какой-то код Сколько потом к этому коду Задали вопрос Хороший вопрос Мы не блеймим людей За баги, которые они сделали То есть если человек У нас какой цикл У нас допустим Программист начинает работать Ему пришел какой-то тикет Он с этим тикетом что-то сделал, ему сказали, здесь нужно дописать какую-то фичу. Он дописал фичу, возвращает код обратно, мы делаем код-ревью, мы проводим анализ этого кода, а роботы нас это все делают, проходит код-ревью, и мы принимаем этот код от него или не принимаем, два варианта. Если мы приняли код, мы ему заплатили, и никогда больше мы не спросим у него, кто этот код сделал, как его звали, мы можем с ним распрощаться ровно на завтра, мы никогда его не будем винить в том, что он сделал, потому что мы уже приняли, наш ОТК, наш контроль, наша работа, ну вот это вот, фиксить баги, вот так, понимаешь? Ну не знаю, я не думаю, что это скучно. Но это конкурсная получается какая-то вот работа, то есть один тикет разбивается на нескольких людей, правильно? Нет, тикет дается одному человеку всегда, у человека. Если он его не сделал, то он просто снимается, да? Бывает такое, что человек не сделал, его там у нас правило 10 дней, через 10 дней у него тикет забирается, неважно что происходило, мы просто без обсуждения, у него робот забирает тикет и говорит, все, свободен, даем ему другому. И часто бывают такие ситуации иногда, когда человек начал работать над тикетом, проработал несколько дней, потыкался, у него не получилось, он почти уже сделал, он даже прислал пул-реквест уже, а потом у него тикет забрали, приходит новый программист, видит, что уже почти все сделано, немножко доделывает, закрывает и получает деньги. Бывает такое, да, ну, да. Как вы считаете, какие недостатки PM, которых вы хотите с помощью этого робота убрать? Ну, я как сказал, главный недостаток PM это в том, что он человек, то есть, PM, на мой взгляд, я... Что именно конкретно в PM там... Что плохо в PM? Я думаю, что сложно сказать, я сам PM, ну, я много прошел, я PMP, если кто знает, что это такое, то есть, у меня есть сертификат PMP, я много изучал Project Management. Я знаю, что Project Management это очень рутинная работа, которая включает в себя огромное количество активности. Это не как программировать, программирование это работа действительно творческая, потому что там интересно, потому что там, ну, а Project Management классический, не leadership, которому нас учат, не вот это вот ходить по офису и воодушевлять, это не Project Management. Project Management это, если почитать PMBOK, это да, это методология, это Scope Management, Time Management, Cost Management, Risk Management, Quality Management и большое количество активности. Это диаграммы, графики, учет цифр, перерасчет. Нормальный человек это делает не в состоянии, это какая-то супер бухгалтерская работа, очень рутина. И если, а если ее забыть на 2-3 дня, то проект уползает в сторону, мы просто теряем контроль. И вернуть этот контроль крайне сложно. Что делают менеджеры? Они, во-первых, придумали Agile, и они говорят, теперь у нас все так, менеджмента у нас не будет, у нас просто будет классная команда, и мы ей будем доверять. Но в итоге это все не менеджмент, это все, это просто хаос, из которого может быть в результате какого-то удачного стечения обстоятельств что-то выплывет. Но классический менеджмент это жесткий, жесткий контроль ежедневных операций, которые ни один нормальный человек делать не может, потому что это скучно очень, ну супер скучно. Либо это должна быть как в больших, допустим, строительных проектах, когда там строят мост или там большой дом, но там садится команда Project Manager, у них есть софт специальный, в котором все это учтено. И это прям ежечасная, ежечасная поддержка этих планов и графиков. Поэтому найти Project Manager, который бы, вот как вы CTO ищите, который бы был хорошим Project Manager, на мой взгляд это утопия. Можно найти лидера, можно найти воодушевителя, вдохновителя, но если у этого вдохновителя и воодушевителя нет зерокраси, то у него ничего не получится. Я так резюмирую. То есть мы на самом деле хотим дать инструмент менеджерам, которые не хотят быть PM-ами, потому что это дурная работа, а хотят быть лидерами. Вот лидер, да, это интересно. Пришел, подумал, там, вот этот вот хороший, а этот вот плохой, этого подмотивировать, а здесь мы там чего-то еще, а вот с заказчиком мы поговорим завтра, а не сегодня. Это лидершип, да, это работа с людьми. Но когда идет работа с цифрами, ну ни один человек это делать не хочет, если он действительно хочет быть PM-ом. У меня такой вопрос. Я понимаю, зачем эта система вам лично, зачем она уже заказчиком, но мне непонятно, зачем она нужна, собственно, программисту, когда он может сидеть в парке и пользоваться всеми плюшками и жить в шоколаде. Ну вопрос хороший, да, у меня нет ответа на этот вопрос. Действительно, да, индустрия, как я сказал, воюет против нас. Действительно, если взять общую, так сказать, в среднем по больнице среднего программиста, то это, ну да, тот, кто пишет одну строчку кода в день, получает хорошие деньги, очень хорошие сейчас деньги получает и практически ничего не делает. Тут приходим мы и говорим, ты знаешь, ты должен будешь за каждую строчку кода биться прямо. То есть ты должен будешь бороться, ты должен будешь получать, ну, много проблем при этом, и еще робот тебя будет контролировать, и если ты не справился, то тебе еще ничего не заплатят. Ну, мы считаем, что наша система в итоге должна победить, когда мы сможем деньгами заинтересовать программистов. То есть программист, сидя где-то там в какой-то, в каком-то, на каких-нибудь галерах, он получает все равно какую-то сумму, и выше нее галера не прыгнет, потому что не прыгнет. А мы, в общем-то, можем, у нас есть возможность, не знаю, тысячу долларов платить за один тикет, потенциально, потому что мы можем сфокусироваться на результате, у нас нет вообще никаких, как это сказать, fixed cost, то есть у нас нет никаких костов, которые мы должны каждый месяц платить. Поэтому мы можем конкурировать с вот этими там галерами или full-time employment, но пока это сложно дается, потому что у нас есть другая проблема, это заказчики, которые думают, что программисты должны быть на зарплате, которые думают, что программирование это очень креативная работа, которые думают, что программисту ни в коем случае нельзя говорить, что мы тебе заплатим за результат. Это существо очень нежное, и оно обязательно обидится, которые думают, что программисты тут сидят и какую-то магию делают, что у них вот он куда-то нажал, и вдруг это заработало. То есть заказчиков много лет обманывали, мы, кодеры, безусловно, ради нашей пользы, конечно, мы рассказывали, я в том числе, мы рассказывали, что поставить докер, это ну хотя бы недельку мне нужно. И я недельку его ставил, да, и в итоге он работал. Мы же так старались, зачем вы все? Да, на самом деле именно так, то есть мы построили систему, в которой я могу сейчас где-то устроиться на работу, то есть ставить докер неделю, и никто мне слова не скажет, хотя вы знаете, как он ставится. Ну вот пытаться это поломать сложно. Как формализуются требования, пишется тикет? Есть там специализированная какая-то технология, с которой множество людей не работало, и вот вы ищите, какого специального человека его не находят, и на то, чтобы разобраться в эти технологии, например, для этого человеку необходимо вредить. Ну, и вы говорите, что клининг в пол, должен быть все понятно, но есть технологии, с которыми нужно знакомиться, прочитать в себе операцию, понимать, как это работает. Ну, во-первых, первый вопрос, отвечу на вопрос, кто ставит задачи. Робот не ставит задачи, он этого делать не умеет, безусловно, мы такой искусственный интеллект не ставили себе как цель поставить, это было бы бессмысленно. Задачу ставит другой программист. То есть всегда есть система, которая как-то работает, она уже как-то собрана, ну, какой-то скелет, который поначалу строит какой-то архитектор, потом этот скелет, в нем отсутствует вообще весь функционал практически, и вот программист, глядя на это, говорит, я вот хотел бы, чтобы здесь вот это работало, а оно не работает, вот вам тикет. Дальше этот тикет попадает к другому программисту, он его читает, если описание проблемы понятно, он за нее берется, если описание проблемы непонятно, он говорит тому, кто его поставил, уточни-ка, и он ее как-то уточняет, это первый подход. Да, кто определяет стоимость. У нас мы подходим, мы пробовали разные варианты, мы уже много лет с этим экспериментируем. Мы пришли несколько лет назад к формуле фиксированной цены за любую задачу. У нас каждая задача стоит определенную сумму и достаточно небольшую. Они могут быть абсолютно новые, которых не было. Они могут быть самые разные, это могут быть маленькие, большие, какие угодно. Но у нас такая методика, мы делаем, как мы делаем декомпозицию. Вот вопрос, да, если задача очень большая, как нам ее разбить на микрозадачи. Я об этом тоже рассказывал во многих интервью. Мы разрешаем самим программистам делать декомпозицию вместо того, чтобы имплементировать. То есть, когда ко мне приходит большая задача, я вижу, она слишком сложная для того, чтобы уложиться в этот маленький бюджет. У меня там 20 долларов на задачу, а задача там на день работы. Я не буду ее делать за 20 долларов, поэтому я говорю, окей, эта задача состоит приблизительно из трех частей. Здесь должен быть такой класс, здесь такой класс, здесь такой класс. Все, дайте мне 20 долларов. Но я вот то, что я нарисовал, вот эти вот три класса, я их соберу. Они у меня билдятся, они у меня покрыты какими-то примитивными тестами. И я их возвращаю обратно в репозиторий. Заплатите мне за этот микроинкремент. Но, когда вы получили от меня код, вы получили от меня результат и три блока новых, которые вы можете отдать новым программам. Вот я вам сделал декомпозицию. Вы мне прислали одну задачу, а я вам три вернул. Вот из одной сделала три. Вот такая, такая декомпозиция. А этот каждый следующий, ну вы понимаете, дальше по иерархии, да, каждое следующее разбивается. Объективно вот это происходит. Ну, конечно, хочется к идеалу, в идеях. Я хотел услышать, что машина принимает решения. Нет, машина принимает решения, это утопия. Машина не может принимать таких решений. Вот у нас как со мной большинство согласятся, программисты в сети, как принимают решения. Ребят, да тут 5-15 минут работы. А в большинстве это три человека там неделю работают. И это большинство так. Да, мы не, мы не, мы не, да, мы не ограничиваем это, ну я вообще против, я в принципе против эстимейтов как таковых. То есть оценивать стоимость всего проекта, на мой взгляд, это глупо, это нужно только плохим менеджерам нужно, да. Потому что, ну это неправильно. Мы не знаем на самом деле, как будет, какая будет сложность, мы не знаем, куда мы заведем, куда это все зайдет. Можно действительно, казалось бы, простую проблему решать месяцами, а можно наоборот супер сложную задачу решать, на самом деле, используя какую-то библиотеку, и она сразу решится. То есть мы этого не знаем. Поэтому мы на каждом этапе, мы просто позволяем программисту разбивать задачу, если он хочет декомпозировать ее дальше, или терминировать ее и имплементировать на той точке, на которую он пришел. Каждый раз, когда программист принимает решение, что ему делать, то есть декомпозировать дальше или уже имплементировать, он же вернет код в репозиторий. И после него будет два ревью. Первое, это будет пир-ревью, то есть какой-то его сосед про-ревью, другой программист. И второе, это будет ревью архитектора. То есть два человека посмотрят на то, что он там настроил. Ну вероятность такой глобальной ошибки, она снижается То есть скорее всего эти оба человека скажут Ну приблизительно ты в правильном направлении идешь Это первое А второе, даже если мы пошли в неправильном направлении Мы каждому участнику проекта платим деньги за то, что он нам напишет тикет В котором скажет, ребята, мы идем не туда То есть мы всех мотивируем на то, чтобы они всегда были заинтересованы покритиковать Не просто пойти там на кухню и сказать, что-то мы не то программируем Ему сказать, а то, ну ладно А мы ему сказали, слушай, вот ты скажи, где не то, а тебе 20 долларов И он скажет, о, и садится и пишет Ну хорошие программеры пишут тикеты Вообще на мой взгляд, хороший программист, он меньше кодит, а больше тикеты пишет То есть он больше показывает, где что нужно исправить Это, ну, высший уровень Первый уровень, это мы кодим, кодим, кодим Высший уровень, это когда мы понимаем, где ошибки и репортим баги По моему, по моему опыту программисты баги репортят тяжелее Это задача реально тяжелее Если я сейчас вам всем здесь дам репозиторий в гитхабе свой Любой открою репозиторий, просто дам и скажу Вам вот, там, не знаю, 10 долларов за тикет То 10% из вас реально начнет что-то делать Реально Хотя сейчас скажут все, да, да, конечно, обязательно 10 долларов, сейчас приду домой и 10 тикетов тебе сделаю Только 10%, ну, я не знаю, цифру точную Но очень немногие из вас реально смогут это сделать Это тяжелая задача То есть нужно открыть код, посмотреть Ты же не просто должен написать, что-то здесь плохо Ты должен предложить что-то, сказать Вот здесь плохо, а я бы предложил сделать лучше Вот это вот плохо и дальше стрелочка в лучше Очень многие программисты не умеют это сделать И мы платим за это И мы, поэтому, если проект пошел в другом направлении В каком-то, в неправильном То все заинтересованы указать, что это неправильное направление У нас есть деньги для этого Мы им говорим, мы вам заплатим за это И если никто не указывает Ну, значит, проект идет туда, на что способна эта команда Безусловно, если, например, взять там, в 5 раз дороже людей в эту команду Они, наверное, скажут, что мы идем не туда Но в рамках текущей команды, в рамках текущих ресурсов Мы идем туда, если нет массового репортинга багов в другом направлении Мы вышли за время Я бы хотела перевести эту беседу более в такую частную Но задам завершающий вопрос, он будет чуть более философский Ты успешный человек? И что для тебя успех? Ну, не знаю, я думаю, что Ну, что для меня, я начну с конца Я думаю, что для меня успех, это когда получается то, что делаешь Неважно что Ну, так я для себя меряю Я чувствую себя счастливым, если то, что я делаю сейчас, у меня получается Вот я сейчас сижу на этом семинаре, у меня что-то получается, что-то нет В чем-то я вас убедил, в чем-то нет Ну, вот я так наполовину успешный, наполовину нет Так я себя чувствую То есть немножко где-то я там счастлив, а где-то вот со мной там не согласились и у меня не было что ответить, например. И я себя чувствую менее счастливым. Ну вот так, то есть я думаю, успех это такая штука очень, как сказать, волатильная, она то вверх, то вниз. В целом я не могу сказать, что я прямо успешный человек, потому что у меня много неуспехов, у меня много чего не получилось, много не получается. Но я могу сказать, что я мотивированный, вот так. У меня есть мотивация продолжать, то есть в депрессии я не нахожусь, у меня нет состояния депрессии, депрессия это когда, ну вот, fail, 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 ты понимаешь, что ну вот что-то такое, знаешь, надо менять себе, потому что одни fail идут. Вот я не вижу такой динамики, у меня не одни fail. Хотя у меня fail есть и их очень много, ну больше, чем мне бы хотелось. Спасибо за беседу, она получилась разная, интересная. Спасибо, что пришел, поделился опытом, ну и раскачал такую аудиторию. Спасибо. У меня есть немножко реклама, у меня есть телеграм-канал, на который, я думаю, вам стоит подписаться. Я не могу его, я бы показал его здесь, он звучит Егор, вот мое имя через Y пишется. Егор на английском, а потом 256 и потом news. Мы его положим в описании. Да, положите, да, можно подписаться и почитать. Я там публикую каждые там несколько дней что-то новое о своей работе, о книжках, о всем остальном. Я хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы пришли, за то, что дали мне такую возможность выступить, прокачать свой паблик спикинг и пообщаться с вами, увидеть глаза ваши, увидеть, для кого я делаю этот контент. Для меня это важно. Спасибо, что вы здесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!